...поединок второй категории 81 килограмм, Колесников и Руслан Махатаева. ...международной категории Михаил Шашков. ...левав Хатаев, лидер в этой категории. ...со стране... ...второй киквей, в третий Абдура Махатаева. На 6 лет младше Руслан Колесников и Махатаева. Ну вот, на трон выше. С разницей в росте мы не увидим. Бокс! ...Хатаев в свойственной манере подсаживается. Работает через джеб Колесников. И начинает простреливать Хатаев передней рукой. Смотреть, как он будет сокращать дистанцию. Пытается и углы обрезать. Да, он, конечно, боксер очень агрессивный. Агрессивного стиля. Ударный, серийный. Хорошо действует через переднюю руку. Сейчас видим, как он... Не держи. ...правый кросс. Раз, не держи. Попадает по Колесникову. Брать! Ну вот, клинч. Пока Колесников двигается на ногах, всячески контролирует своего оппонента через переднюю руку, правую пока не включал. Вот сейчас первый удар и попадает. И попадает. Зажимает канатом Хатаев, но Колесников на чеку сразу вяжет, потому что знает, насколько сильно может ударить Хатаев. Особенно в такой позиции на выходе. На уклончиках хорошо работает сейчас Хатаев работает через корпус. И снова достаточно острая контратака. И рассечение у Услана Колесников. Там было рассечение, до этого он выходил уже с корочкой. В общем, рассечение, рассечка открылась, да, небольшая. Хорошо, двойка сейчас на отходе работает Колесников, подтягивается канат. Буквально падает на них, завязывает имама. Ну, что-то там больше, чем один сантиметр разница. Там не то, что кажется, что с водной таблицей что-то ошиблись, потому что явно. Ну, иногда бывает, что данные неточные. Врача вызывают. На осмотр врача, что скажет сейчас врач. Глубокое, неприятное рассечение. Да, века, века. Столкнулись они головами, был такой неприятный эпизод. Тяжелый сейчас, боковой, да, Хатаев забрасывает, попадает. А, ну, это право-боковой был тоже, да? Правый, да, отвлекающий, да, а левый жестко ссадил. Снова право-боковой. Да, это уже настоящий прессинг со стороны Хатаева мы видим. И снова туда пробивает. Четкий, чистый. Наращивает, наращивает. Не держи, красный, не держи. Плотность. 15 секунд, да, до конца раунда. Очень интересный поединок. Очень напряженный поединок. Но вторая половина, концовка, вернее, вот последняя минута она за Хатаева. Пока. Хорошо встречает джебом Колесников. Ну, а обоих, на самом деле, большой международный опыт, поэтому оба удивить друг другу справиться с этим навалом Колесниковым. Руслан Колесниковым, город Санкт-Петербург. Ты можешь работать сам, не пято, отдаешь, не запирайся у каната. Хорошую атаку сделал, повторил несколько раз. Таким действием и работай. Твои действия. Ну, что ж, здесь мы тоже так же сделали рекомендации, которые говорят тренеры своему, боксеру. Да, головой было, конечно, с половиной. Он шел влево, а Колесников еще помог ему, да, зацепил плечом. Это свежее все-таки рассечение, да. Глубого рассечка неприятная. Предыдущее рассечение пониже было здесь. Вот тоже стилевая особенность, да, боксеров. Совершенно разные. Хорошо, пока Колесниковым контролировать не дают, подкатите маму. Ну да, ему же сказали, что полный контроль через переднюю руку. Полный контроль оппонента. Он сейчас жестко пропускает все-таки жесткие удары от Катаева. И по корпусу снова проводит серию Хатаев. Легко двигается Колесников, конечно, не закрепощен ни в коем случае. Но стоит. Но при этом стоит, как бы, принимая вызов, что называется. Снова два тяжелых боковых от Катаева. Не хочет он клинчевать, хочет боксировать. Достаточно тяжелыми ударами так обмениваются боксеры. Но, как по мне, так Руслан мало работает задней рукой. Сейчас хорошо на перкопке. Слежу, да. Слежу, да. Слежу, да. Не держать. Не держать. Брак! Отлично встретил, да, великолепно. Но боковой пропускает оверхенд такой. Не держать. Работаем. Через клинч работает Катаев, да. Левым боковым. Снова два уклона. Постоянно смещает голову, если мы видим. Это, конечно, одна из основных таких элементов. Один из основных элементов его техники. Постоянно убирать голову влево-вправо, смещать. То есть, в этом компоненте он очень хорош. Поджал Колесникова в угол. Ну, вот Руслан как-то перестал двигаться совсем на ногах в этом раунде. Стоп! Двигаться-то перестал, действительно. Но пропускает меньше, чем в первом. В первом все-таки были несколько серийных, очень внушительных атак Катаева. То есть, пока мы этого не видели. И вот промахивается раз за разом. Хороший. Снова апперкот тут Колесникова и лево-боковой от Катаева. На Чуполова-то, да? Встречный. Да, да. Ну, в принципе, здесь он всегда вспоминает такой поединок. Майка очень известная, когда боксировал я на свою спортивную. Майка Тайсона. В общем-то, Тор делал то же самое. Левая рука максимально усвоенная задача. Как только Майка пускал в голову. И сразу поднимал его вперед. Здесь то же самое. Майка тоже так действовала, да? Вперед. За блоком и зерками. Майка, там только раундов было. 12-я, здесь всего три. Пускай машет, пускай вперед. Боксом занимается. Майка, правая, опасная. Щелк боя на рейтинге ведет. Он действует. Вот так оттягивался, оттягивался. Секунданта за рейтинг. Вокругу за низкость. Пои действия. С этой дистанции. Так, третий раунд, друзья. Третий раунд. Очень напряженный поединок весовой категории. 81 килограмм. Да, во втором раунде обострился бой. Лига Ставра. Выровнялся. Чемпионат России по боксу среди мужчин. Снова джебом неплохо работает пиццерский боксер. Ну вот надо ему, конечно, не подходить к канатам, не зажиматься. Потому что здесь он все равно в размене, в каком-то пропускает удары. Нужно ему пространство для сдерживания имама Хатаева. Это очень сложная, понимаю. Это архи-сложная задача. Сдержать такого агрессивного панчера, такого уровня. Но... Конечно, где-то хочется ему и пободаться, и поразмениваться наверняка. Вот сейчас хорошую двойку. Снова Руслан Калистиков проходит. Отходит назад. Пропускает его боковой. Да, сейчас видно, что потрясен. Хорошо заходит в клинч сразу. Ну что ж, будет сейчас развивать свой успех Хатаев или возьмёт паулу. Должен, он почувствовал, что попал хорошо. Да, почувствовал, что попал. Начал сразу добивать. Идет через корпус левым джебом. Правый зачеркной выбрасывает. Апасно был выбрасывал. Да, удар. Повезло. Холесник кого? Ну! Зажимает буквально одним скачком. Правый тяжёлый. Снова джеб между рук пробивает Хатаев. И сейчас правый прямой встречный сам пропускает. Снова правый прямой пропускает. На этот раз дело. Перхот не прошёл от Холесникова. Не просто поединок для Хатаева складывается. Абсолютно непросто. Я думал, будет проще. Вовремя встречает, контратакует Руслан Колесников хорошо. Всё видит. Но мне кажется, что это рассечение, которое он получил в первом раунде, очень сильно ему сейчас мешает. Потому что видно, как он нет-нет глазом так моргает. Какие-то из-за этого удары, конечно, он пропускает. Вот сейчас. Хороший размен, обоюдный. Держать. Брать! 30 секунд, 35 остаётся до конца поединка, до конца раунда. Хорошо встречает, да? Хорошо встречает Руслан Колесникова, двойка от Колесникова снова хорошая. Но тут же пропустил. Прям со всей силы вкладывается вот прям в каждый удар Хатаев. Держать! Брать! И концовка. Друзья, концовка раунда. 81 килограмм. Хорошо уходит сейчас от правого прямого. Хатаев. Сейчас он прозвучит. Всё. Всё. Гонг. И вот на этом вот, так сказать, обоюдным обманом движения заканчивается поединок. Как вы вы сказали, что это сюрпляц, тот самый, который используют велогонщики. Топанец бывает подольше. Ну, хорошо, короткий сюрпляц. Нам показывают очень успешные эпизоды сейчас. Вот тот самый боковой, который пропустил Руслан. Ну, и вот тот самый прямой хороший, который... Отвечает прямой, да. Сейчас дождёмся оглашения победителей. Но, как мне кажется, Имам Хатаев забрал с уверенностью два раунда из трёх. Да. Не должно быть никаких... Единогласно. ...решением судей. Одержал победу и завоевал право участвовать в финале чемпионата России по боксу 2020 года. В весовой категории до 81 килограммов. Максёр с синего угла. Интересный финал будет, да? Да, Таяев. Таяев тоже разноплановый.